На историческую сцену Большого возвращается легендарный щелкунчик. Балет был поставлен Юрием Григоровичем почти полвека назад. И с тех пор стал одной из визитных карточек главного театра страны. Репортаж Дины Ивановой. Где этот крысиный король? Как хоть одного крысиного короля? Крысиный король куда-то пропал. Мистика. В Большом театре этому никто не удивляется. Здесь оживают куклы, лодка плывет не по воде, а по воздуху. Болшебство происходит под чутким руководством балетного мага Юрия Григоровича. Правильно здесь ставьте, правильно делайте. Молодцы. В Большом театре щелкунчика знаменитый хореограф впервые поставил в 1966 году. С тех пор спектакль из афиши не исчезал. Пока реконструировали главную сцену, балет шел на новой. И вот теперь возвращение на исторические подмостки. В этой редакции щелкунчика за ее почти полувековую историю перетанцевали, кажется, все звезды Большого. В партии Маши блистали Екатерина Максимова, Наталья Бессмертного. Принцами были Михаил Лавровский, Владимир Васильев. Нина Копцова уже 13 сезон со сцены рассказывает эту новогоднюю сказку. Но теперь в новом статусе. В конце ноября стала прямой балериной. Настолько все музыкально поставлено, каждый жест, каждое движение, что очень приятно танцевать балет. И можно почувствовать себя как в сказке, потому что такие декорации замечательные. Елка. Декорации и костюмы образца 1966 года, придуманные художником Симоном Версаладзе. Это те же самые костюмы, которые были. Просто они обновляются за такое огромное время. Они, конечно, должны обновляться. Немножко другой материал, наверное, приходит на смену каким-то старым. Раньше была шерсть какая-то в Руберсаладзе, сейчас это властик. Алексей Лопаревич говорит со знанием дела. В «Щелкунчике» он впервые станцевал 30 лет назад. За эти годы побывал в разных образах. Не скрывает, мечтал, конечно, о партии «Принца». Андрей Меркурьев, ведущий солист «Большого», «Принцем» был в четырех разных редакциях «Щелкунчика». Когда они предложили в том сезоне приготовить партию Дротельмиера, сначала я долго думал, ой, надо ли вообще браться на это, все-таки сложная партия, игровая. А потом подумал, почему нет. Теперь в его власти превратить куклу в прекрасного юношу. А с мышиным королем и всей его свитой сражается бесстрашный Артем Овчаренко, молодой солист «Большого». Практически все волшебное в той постановке Юрия Николаевича. Я сейчас смотрел, вот утром проходил другой состав, и я смотрел, вот для меня вот эта сказка, буквально с первых нот. В «Большом театре» большая команда «Принцев». Эту партию в постановке Юрия Григоровича репетируют сразу 12 танцовщиков. Но 31 декабря неизменно в «Принца» превращается в Николай Цискоридзе. Традицию не нарушат и в этом году. В свой 38-й день рождения знаменитый премьер «Большого» выйдет на сцену в «Щелкунчике». Дина Иванова, Александр Картавцев, Вести.